Это идиотизм. Я бы сюда ради этого просто не приехал. Папа Тоск. Насколько довольна организацией? Вообще абсолютно. Можно, чтоб я движу? Всем салют, это новый выпуск на канале Стартапы. Мы показываем очередной выпуск о запуске нашего стартапа под названием Необычное мороженое 18+. Ссылки на все предыдущие выпуски я оставляю под роликом. Всем желаю приятного просмотра. Мы сегодня покажем фестиваль водных фонариков, так называемого, как так называется. Получилось у нас заработать, не получилось, увидите в конце этого выпуска. Ребят, ну что я хочу сказать. Мы, в принципе, распаковались. Сейчас уже пол первого дня. Как видите, поставили нас вот здесь, вон там вот дальше сценка находится. Вон она. Если рассматривать со стороны центрального входа, то мы находимся гораздо левее. За деревьями нас сразу не видно при входе в парк Царицыно. Немало количества людей, они все идут прямо. Нас просто отсюда не видно. Всю площадку. Они прямо там и мороженое, и фудкорт, это которые ребята стендерами, я так понимаю, выиграли. И они все проходят мимо. Обещали, что программа начнется где-то в 10 утра, но по факту уже пол первого. Никакой программы нет. Пока что я крайне прям недоволен организацией, у них какие-то косяки со сценой. И они должны объявлять, ходить, раздавать листовки о том, что здесь проходит фестиваль. Но ничего этого я пока не вижу. Как я уже говорил, организация фестивалей всегда взять деньги, а по факту возникновения проблем, решать их на месте и максимально не подготовившись к этому. Возникают проблемы, но они ходят, пытаются что-то решить, но подготовки как-то у кого и максимально я не вижу. Грустно, грустно об этом говорить. Ну что, ребят, на часах 2 часа времени ситуация не изменилась. Вот так уже садим, ждем людей. Зато вон, посмотрите, какая огромная толпа. Я общался с организаторами, говорят, верните деньги, и я готов ехать, я не хочу терять здесь время. Пускай лучше я на доставке туда-обратно, потеряю 5-6 тысяч, но здесь отсидеть два дня мне не хочется. Насколько довольны организацией? Вообще абсолютно. То есть не с моих слов, вот ребята, наши коллеги, то же самое, недовольны. Сейчас еще подойду спрошу. Насколько довольны? Довольны? Да. Это катастрофа. Ну вот я тоже у девушки спрашивал. Блин. Это катастрофа. Такого еще и не было ни разу. Вот я тоже самое, я общался с организаторами, повторюсь, но пока что они не идут на уступки. Не знаю, чем все закончится, ребята, но вы об этом узнаете первые. Что, расскажите, доволен? Тихо, сейчас есть. А на самом деле? 52. Людей никого. Я не знаю, как организаторы говорят, что якобы там на входе кто-то стоит, раздает листовки, но мне кажется, этого мало. Это не так все должно происходить. Это должна быть там небольшая мини-сцена, либо же с громкоговорителем, ребята, быстрее подтягивайтесь сюда. Да, и здесь, по идее, что-то должно твориться неимоверное, чтобы люди сюда подтянулись и поучаствовали в чем-то. То есть, либо звезды, либо раздавалось что-то бесплатно. Ладно, платно, нужно быть эксклюзивно. Тогда люди подтянутся. Но смысл им сюда приходить? Здесь проходят мимо люди, которые просто прогуливаются. Посмотрели морозное, посмотрели кофе, пошли дальше. Возможно, кто-то что-то купит, но, блин, это не та стоимость аренды, это не 35 тысяч. Ребят, ну, я бы даже сюда бесплатно не приехал. Вот просто, согласен тут все? Ну, ты просто теряешь дупо времени. Блин, ну, заявляли будет 10 тысяч человек за 2 дня. 10, ну, может, они имели в виду в парке вообще будет 10 тысяч человек. Хотя я много раз общался с Максимом, он мне гарантировать, не гарантировал, но говорил, блин, у нас в том году было около 5, и сейчас будет точно 10. И все будут приходить целый день, потому что есть сцена, есть движение, но, блин. А, еще он говорит, в 10 ночи, в 22, в 22.30 будут запускаться вот эти фонарики, пушинки. Но мне что от этого? Мороженое в это время не покупают. Я думаю, кофе тоже не будут брать. Свет нам не дали. Свет нам тоже не дали. То есть, пойдем, как будем стоять здесь, ждать, что, может быть, кто-то купит 2 мороженого и пьет. Ну, это, блин, это идиотизм. Я бы сюда ради этого просто бы не приехал. Потому что мне бы обещали, будет целый день шоу-программы, развлечения. Без не первый год устраиваются. Ну, блин, папатос. Это то, о чем я говорил еще до этого. Потому что ниша организаторов фестиваля, она открыта. И я сомневаюсь, что кто-то из этих ребят, которые со мной участвуют на фудкорте, вряд ли сюда приедут. Сто процентов никто не приедет. Пока Леша работает, я внесу некоторые корректировки, откомментирую. Ребят, но ситуация чуть улучшилась, но она далека от идеала. Потому что нам, чтобы отбить аренду и выйти в ноль с доставкой, нужно где-то сделать больше полтинника. Чтобы сделать больше полтинника, это, учитывая, что два дня идет фестиваль, нам нужно первый день отбиваться. То есть сделать 55 где-то тысяч. И второй день где-то столько же сделать, чтобы заработать полтинник чистыми. Плюс-минус. Но чтобы сделать сотку за два дня, это очередь. Ну, не должна отходить несколько часов. У нас пока такого нет. Мы уже по максимуму заманиваем людей, даем им пробовать. Даже если не хотят, прям берите, попробуйте. Человек уже безысходности, безнадежности такой. Ладно, давайте мне одно, давайте два, три и так далее. Плюс набрали водички. Опять вон еще вода. Набрали водички и на воде, в принципе, мы немного выехали. Мы продали уже, наверное, пока два с половиной. Да, это немного, но плюсом кассе 2 500. Мало, конечно. Но на воде моржа хорошая. А давайте первая от Дэня и Арбуз. Спасибо. Морошки все, да? Первый ряд безалкогольная. Вот первая? Да. Есть, раз. Это первая, друзья, да, правильно? Вторая, Дэня и Арбуз. Черная. Ага. Розовая, что-то не подписано. Розовая, это пьяная вишня. Пьяная вишня. Первый ряд, это безалкогольная, второй алкогольная. Еще раз. Какое? Да не Арбуз. Слушай вас. Короче, я хочу Б-52. Б-52 в какой раз? Раз, мне в этот, если есть, вот в этот. В бедро. Бубль-бом. Второе, баблган. Да. Тоже в этот? Да, тоже в этот. Борио. Третье. Борио. Тоже все в эти, да, эти брыжки? Да, да, все в эти штуки. Третье, Борио. Поймал уже. Ага. Забирай. Слушай ее дальше. Следующий, пожалуйста, яну и вишню. Спасибо. Есть алкоголь, да? Я алкогольную еще химию можно. Черненький, нормально. Смешать можно, например, с махинокутру. Не хочешь им подоехать. Да. Да. Можно водички? Да. Воды. Холодная? Спасибо. Давай два, Вадим. Шоколадный и? Банановый. Либо банановый. Да, или раз. Не, один, значит, с абсцентом в черном. Да, с абсцентом в черном. Да, с абсцентом в черном. Это какой раз он будет? Черный. Еще один черный из Сарео. Борио, может с чем-нибудь смешаем, вообще будет круто. Смешивает очень классно. Нет, спасибо большое. Приятно, где так? А шума-то какой вкус? Шотландские виски сейчас дадим. Попробуй. Попробуй. Провенимся, Мирма? Как молитва нет. Можно б я на увижу? Я на увижу. Я на увижу. Абсцент. Держи. Еще пять. Абсцент еще. Еще четыреста. А ты не хочешь? Я не хочу вот это ваше буду понять. Я не хочу стоять. Приятного аппетита. Спасибо, Мать. Спасибо, Мать. Хорошего вечера. И вам. Сейчас дальше. Да, да, да. Дверь, рублей, большой шар. Дверь, рублей, большой шар. Спасибо. Спасибо, парни, удачи. И вам. Четыре мороженых. Две восемьсот рублей, так, правда? По одному шару ест? Да, по одному шару. Текила собралась. Текила закончилась. Закончилась. Мохито будете? Бойпить от Влад. Бойпить от Влада. Давайте смотрите здесь. Абсцент. Абсцент есть. Абсцент есть. Абсцент. Абсцент есть. Шум есть. Тогда абсцент. Шум. Отдельно, да? Отдельно, да. Пьяная вишня, голубые гавайи. Абсцент. Ревнивая маргарита. Секс на пляже. Шампань айс. Да, ну давайте вот. Ревнивая маргарита еще одну. Сейчас. Потом еще голубые гавайи. Голубые гавайи. И четвертые что? Пусть будет секс на пляже. Секс на пляже. Давай, подержи. Голубыговая. Голубыговая. Приятного. Спасибо. Хорошую вещь. Да. Ребят, я не знаю, видно вам сейчас будет или нет, но смотрите сколько людей здесь собралось. Если вам видно, смотрите, все вот тут забито, мост забит, там дальше забито людьми, здесь все забито. Сейчас будут запускать эти фонарики. Сейчас вечером отбомбили, нормально, в принципе, пару часов вот стояли, вообще не отходило. И наконец-то мы смогли нормально поработать. Я надеюсь, сейчас после этого шоу все продолжится. Время уже час 14. Я уже спокойно доехал почти до самого дома. Думаю, сейчас, блин, после первого дня поеду домой, приду нормально отосплюсь. Но, блин, не тут-то было. Приехал Серега, и ему нужно было разгружаться на складе. Он приехал с другого фестиваля. На День города они ездили в Московской области. Город забыл, как называется, уже мозги не шарят. Так я забыл, блин, ключ на охране оставить, чтобы Серега смог нормально разгрузиться. Жесть, это теперь мне сейчас туда поезжай, разгружай, потом домой, но вот такие вот будние коммерсы. Ну, вернее, в выходные. В будние, в выходные, в выходные, в будние. Короче, как-то так приходится ехать. Ну, Наша сидит, ждет уже. Привет, Наша. Серега с Нашей ездил. Бля, Серег, я просто забыл. Привет. Как делишки? Как отработали? Нормально. Нормально, доволен? Ну, более-менее. Более-менее. Наверное, устал. Давай грузить. Как я так тупанула? Я вообще забыл, что вы должны сегодня приехать. Иж привык, как бы, два-три дня, блин. Жизнь какая-то. Ладно, давайте загружать. Жизнь. Я вот давно вот такое, Серег, не видел. Почти пусто, да, ничего нет. Вот, значит, хорошая погода и солнышко. И даже морозильная камера уехала. И еще плюсом морозилка еще одна уехала. Наш выпуск подошел к концу. Огромное спасибо всем, кто смотрел до данного периода. Мы сделали кассу, а точнее, какая она получилась, вы видите, где-то здесь, на плашке. В завершении хотелось бы поблагодарить отдельно организаторов фестиваля Мечта близко. Это Максим и Эдуард. Ребят, спасибо вам огромное. Вы приложили максимум усилий, чтобы за два дня пришло реально около 5-8 тысяч человек. Да, вы оказались правы. Это тот самый фестиваль Вечерний, на который приходят в основном после 18.00. Кто не подписан на канал, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, если у вас остались какие-нибудь вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Также не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, на мой Инстаграм, где я выкладываю заранее stories, в каких фестивалях мы будем участвовать. Поэтому вы можете получить бесплатно от нас подарочек от канала Стартапы. Морозу.